Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию, винодел по желанию. И сегодня у нас с вами дегустация. Как правило, я показываю дегустацию тех вин, которые мы делаем сами. Но сегодня это будет дегустация вина из магазина. Ролик не рекламный, это вино я приобретала за свои деньги, но оно заслуживает определенного внимания. Почему? Первое, это вино без добавленной серы. Раз. Второе, это мускат, причем сухой мускат. Дело в том, что мускатные вина, вообще мускатные сорта, они очень подвержены окислению. И работать с ними без серы, ну, очень и очень сложно. Это первое. Второе, мускаты не любят выбраживать на сухо, они теряют, наука так говорит, да, они теряют свой мускатный аромат, ну, и, в принципе, может даже что-то быть такое неприятное, может быть горчинка, еще какие-то неприятные вкусы. То есть оно без серы, раз, сухой мускат, два. И третий момент, я прошу обратить ваше внимание, покажу бутылочку поближе, урожай 2020 года. Это, опять же, что нам говорит наука, что белые вина, они живут недолго. Сегодня у нас на дворе 23-й год, то есть по всем канонам это вино должно было, скажем так, умереть. Ну, по крайней мере, пока по внешнему виду оно живее всех живых. Замечательный такой светло-соломенный цвет, хотя, опять же, по теории оно уже должно было стать коричневым. Ну, и прежде чем мы начнем, еще такая маленькая предыстория, как я это вино покупала. Вообще, мне было, конечно же, интересно попробовать, скажем так, промышленные вина, произведенные натуральным способом, без каких-либо добавок. Понятно, что пробуешь свое, да, но тем не менее, наши вины, они никуда не ездят, да, у них нет долгих путешествий, мы работаем с небольшими объемами, и контролировать процессы достаточно просто. И вот как-то случайно я узнала, что в определенной сети магазинов появилось вот такое вино. Вчера прихожу я в магазин, ну, и понимаю, что на полках я сама не найду, мне нужна помощь. Ходит девушка, там, не знаю, продавец, консультант, знаете, в некоторые такие, скажем так, фирменные магазины берут таких статусных девушек. Вот она по виду статусная, правда, поздоровалась со мной так очень формально. Наверное, у нее было очень плохое настроение. И когда я у нее спросила, говорю, девушка, подскажите, пожалуйста, мне нужно вино без серы. У нее округлились глаза, и все, что она смогла мне ответить, это буркнусь под нос, подождите. Пошла за шторку, с кем-то там шушукалась, вышел такой импозантный молодой человек. И я ему говорю, молодой человек, я ищу вино без серы. На что я сразу получаю ответ, ой, таких вин не бывает. Ну, тут мне надо сделать оговорку, что любое вино, оно будет содержать серу, потому что сера – это естественный продукт, выделяющийся при брожении. Ну, на самом деле, как мне кажется, поскольку я сама много лет работала в продажах, в том числе и на руководящих позициях, консультант вообще должен принимать клиента с полуслова. И, например, если бы я была на его месте, когда бы мне задали такой вопрос, я бы могла уточнить, что конкретно вы ищете, биодинамические вина, да, или натуральные, или вообще, что вы имеете в виду. Но молодой человек сразу пошел в атаку и говорит, таких вин не бывает. Ну, я, опять же, понимая, да, некоторые нюансы, говорю, хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. Мне нужно вино без добавленной серы. Я вот знаю, что, ну, может, конечно, не в вашей сети магазинов, потому что я не помнила, в какой именно. Можно найти этот экземпляр, но говорю, вот есть такое вино, там, сухой мускат, вот он именно такой. А, да, да, есть, вот, пожалуйста, полочка. То есть как-то, ну, с точки зрения консультантов, странно, что как будто они не полностью владеют информацией, да, но, опять же, вот это сразу так, и все-таки, их вин не бывает, наверное. Если бы я не поставила вопрос по-другому, мне бы пошла еще потом сложная и длительная тирада, какая полезная сера в вине. Ну, ладно, это опустим. Настало время открыть эту чудесную бутылку и попробовать, что же там такое. С пробкой все хорошо. Пару слов о виноделе. Жерар Бертран, довольно известный винодел во Франции. У него есть несколько, я могу неправильно выразиться в терминологии, доменов, несколько участков, несколько различных серий. Вот эта серия Prima Natura, это одна из натуральных винов без добавок, не только без серы, но и без каких-либо других добавок. Не только мускат, есть красные вины, есть Каберне Савиньон, есть Шардоне и, по-моему, что-то еще. Ну, все это можно почитать. Еще у него есть серия в таких интересных бутылках, где на дне роза вышла, по-моему, это, по-моему, с участка Катедерос. В общем, винодел достаточно известный. Тоже фирменные пробки, да, пробка сразу тоже видно, что она такая массивная, никаких посторонних запахов нет. И еще, да, что нам обещает этикетка на бутылке. Говорит о том, что очень ароматический, тонкий мускатный аромат, свежесть, цветочные ноты, комбинированные с экзотическими фруктами. Подавать при температуре 10-12 градусов, как раз я его достала из холодильника, и примерно такой температуры оно и есть. Ну что ж, наливаем. Если очень-очень присмотреться и очень-очень придраться, то вино не кристально прозрачное. Там есть такая легкая-легкая взвесь. Ну, вам это даже не будет видно, но чуть-чуть видно мне. Впрочем, я считаю это вполне нормальным, потому что это вино, напомню еще раз, произведено натуральным способом. В том числе тут стоит и значок веган, то есть оно не оклеивалось желатином. В принципе, натуральная фильтрация, так что все это вполне допустимо и нормально. Запах. Так вот, мне кажется, медовый или слегка цитрусовый запах. Он такой достаточно часто встречающийся в белых винах. Это вот если говорить про первый нос. По крайней мере, да, с учетом того, что это вино натуральное, которое пропутешествовало, но розлито, кстати, оно было в 21-м году в сентябре. То есть оно было, смотрите, в 20-м урожай, а в сентябре следующего года оно пошло в розлив. Дата указана на этикетке, дата в том числе указана на пробке. Вот когда взболтала, аромат стал чуть больше раскрываться. Запах, конечно, не муската, больше похоже на вот у Шардоне такой запах, как мне кажется. Но тем не менее запах довольно яркий. Пробуем вкус. Скажу сразу, мускатного аромата здесь нет. Что, в принципе, логично, да, и объяснимо. Потому что напомню, что вещества, которые образуют вот этот самый мускатный аромат, они очень нестойкие. И даже в процессе брожения, они уже начинают свои превращения. Их становится меньше. И эти ароматы также уменьшаются. Тем более, что все-таки прошло три года с момента того, как это вино, ну, как был собран урожай. В плане ароматики, да, есть легкие цветочные ноты, легкие цитрусовые ноты. Я как-то немножко поясняла. Я все не могла вот прочувствовать такие цитрусовые ноты в белых винах. А потом однажды ела мандаринку. И вот когда мы мандаринку съедаем, через некоторое время у нас такое остается еще ощущение во рту. То ли медовое, то ли еще какое-то. Вот такой вкус очень часто бывает в винах. В том числе и в этом вине. Кстати, написано подавать его либо в качестве аперитива, то есть само по себе, перед едой, либо с цитрусовым фруктовым салатом. И я сейчас специально сходила, взяла дольку апельсинки. Ну, потому что вино это очень такой гастрономический продукт. И то, как мы его сочетаем с едой, может очень сильно менять его вкус. Так вот, после апельсинки вкус становится ярче, когда оно само по себе, оно такое более спокойное, более закрытое. С другой стороны, поскольку мы сами делаем натуральные вина, вина без добавок, то я знаю, что эти вина, они могут раскрываться и развиваться. То есть то, что вот мы сейчас налили в бокал, попробовали, и если я оставлю эту бутылку вот до вечера, правда, поставлю в холодильник, к вечеру вкус может поменяться. Даже вот оно постоит в бокале. Может быть, даже немножко согреется, да, может просто вот оно поконтактировать с кислородом, и вкус ему может раскрыться, поменяться. То есть не всегда нужно делать вывод, скажем так, по первым глоткам. Ну да, постепенно я все пробую, пробую, потихонечку. Начинают немножко раскрываться новые нотки, но, конечно, скажем так, обещание производителя, что это прям супер-вау, ароматное вино, нет, оно не супер-ароматное. С другой стороны, опять же, стандарты вин, да, и по сравнению, с чем оно супер-ароматное, может быть, по сравнению с какими-то другими белыми винами, да, оно действительно по их французским стандартам очень ароматное. Если сравнивать, например, мы бы пошли сейчас в магазин и купили какой-нибудь полусухой, полусладкий мускат, молдавский, то это вино было бы вообще супер-блекло, потому что вот эти молдавские мускаты, они, не знаю, у меня даже ощущение, что они очень химозные, что туда кучу чего-то добавили, потому что это просто одеколон, который пить нереально. С другой стороны, я рассказывала, сейчас наши мускатные вина с зигиребы, с галанта, это очень сильная ароматика, но они молодые, да, здесь все-таки надо давать скидку на возраст, потому что три года, ну ладно, два с половиной, да, и вино через пару месяцев от сбора урожая, это все-таки вещи разные. То есть, что хочется сказать в заключение. Первое. Оказывается, натуральные вины мы можем делать не только мы, домашние виноделы, да, их делают в том числе и известные мировые виноделы, и это не какое-то там дефектное, с какими-то непонятными запахами, как часто говорят, что вот там маскируются всякие недостатки, там и запах животины, и запахи всего. Нет, это абсолютно чистое вино в плане вот отсутствия всей этой посторонней неприятной истории. Да, я, наверное, ожидала от него несколько больше. Я как-то пробовала сухой мускат, я не скажу, что производство, не обратила внимания, и там тоже не было мускатных нот, но были очень такие вот цветочные, прям вот белые цветы, какие-то ромашки, такие луговые, вот сильная ароматика, здесь она очень спокойная. Тем не менее, еще раз подчеркиваю, вино без дефектов, да, абсолютно нормальное, вино приятное, вино такое вот, ну да, на аперетив классно, с цитрусами, с цитрусами классно, то, как рекомендуют производители, да, оно не очень ярко по ароматике, с другой стороны, опять же, 21 год его разлили, сегодня у нас 23, может быть, если бы мы попробовали его в более молодом возрасте, оно было бы более ярким, с другой стороны, оно еще не умерло, ну, то здесь, во-первых, чистый цвет, да, нет вот этих коричневых тонов, нет полной потери ароматики, нет каких-то неприятных вещей, то есть, оно вкусное, да, оно не яркое, оно не очень выразитель, оно спокойно, спокойное, тонкое, элегантное вино, и сейчас еще чуть-чуть добавила, все-таки, да, оно начинает свою ароматику раскрывать все время, то есть, все вот эти нотки, цитрус, цветочки, они становятся более яркие, вот сразу первый глоток, он такой совсем был закрыт, теперь оно раскрывается, то есть, с этим вином можно поэкспериментировать, вообще, конечно, такие вещи лучше пробовать самим, если есть возможность, я бы даже сказала, что цена довольно демократичная, порядка 30 белорусских рублей для такого класса вин, я считаю, что цена, ну, более чем доступна, и есть смысл попробовать самим, вообще, что это такое, ну, и самое главное, что, как бы, мне было интересно, да, еще раз напомню, это насколько может вино жить вот без добавок, по срокам, причем в таких неидеальных условиях, напомню, это Франция, то есть, ну, когда-то к нам приехала, где-то еще была на складах, где-то еще стояла в магазинах, вино вполне себе живое, то есть, вино без серы, белое, очень даже живучее, вопреки, на самом деле, теории. Напомню, что у производителя вот в этой серии Прима Натуры есть несколько разных вин, ну, вот в этом же магазине была Каберне Савиньон, можно поискать что-то еще, то есть, когда я читала вообще про то, кто такой Жерар Бертран, что вообще они делают, то я эту информацию встречала там Шерас, по-моему, Шерданет, то есть, есть еще вина, и есть смысл их попробовать, ну, опять же, чтобы понимать, вот, насколько они могут быть живучи, хотя я уверена, что они живучи, и насколько они могут быть разные. Мускат, ну, скажем так, некоторых ожиданий не оправдал, тем не менее, это вполне хорошее, приятное вино, которое тоже еще вполне живое, тем не менее, я понимаю, что при работе с мускатами все-таки надо что-то делать в том плане, что может их раньше выпивать, чтобы они все-таки еще сохраняли свой мускатный аромат, такой более яркий, более выразительный. Либо можно попробовать поискать более молодой вариант. Да, они не 20-го года, более молодой может быть. Вот, хорошо было бы поискать, например, урожай 21-го года, они могли разлить в сентябре 22-го, то есть вот это было бы интересно, но 22-й год урожая они, наверное, разольют только в сентябре этого года, то есть такой молодой мы не попробуем. Надеюсь, видео вам было интересно, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, найдете ссылку на плейлист с дегустациями наших вин, наши контакты, ссылка на каталог наших сортов винограда, и до новых встреч!